МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все эти темы, вопросы по этим темам готовьте, звоните по телефону 202-22-22 и в прямом эфире с нашими гостями мы на них ответим и, собственно, их сейчас и представлю. У нас Любовь Парфенова, замначальника управления по работе с населением Краснодарского филиала Сибирской теплосбытовой компании. Здравствуйте, Любовь Анатольевна. И Наталья Балабина, эксперт в сфере ЖКХ. Наталья Александровна, и вам добрый вечер. Добрый вечер. Ну, про заявление вы слышали, его обсуждают все и критикуют, в том числе, там, вице-премьер Виталий Мутко сказал, что это бред, а вот сам руководитель антимонопольной службы говорит, что три четверти регионов страны действительно переплачивают. Вот как вы считаете, мы действительно переплачиваем или все это выдумки? Ну, мне не совсем понятно заявление господина Артемьева. Для того, чтобы сделать тем более такому солидному руководителю такое заявление, необходимо хотя бы привести какие-то примеры, конкретно промониторить регионы, назвать эти регионы и в какой части кто переплачивает, то есть собственники. Для начала давайте мы с вами разберемся, что такое услуги ЖКХ, вообще тарифы ЖКХ. ЖКХ это три буквы. Жилищные, это одни услуги, и коммунальные, это вторые услуги. То есть существует перечень жилищных услуг и перечень коммунальных услуг. Вот давайте, что входит в перечень. Итак, что такое коммунальные услуги? Мы об этом уже много говорили, и собственники это все уже давно прекрасно знают. К коммунальным услугам относятся электричество, газ, отопление, холодная вода, горячая вода. То есть вот это комплекс коммунальных услуг и водоотведение. То есть тарифы на эти услуги устанавливают органы государственной власти. В частности, в Красноярском крае эти тарифы утверждаются ежегодно, два раза даже в год, с 1 января и с 1 июля, да, в этом году так сделали, Министерством тарифной политики Красноярского края. Если претензии к коммунальным услугам, тогда нужно их адресовать по адресу. То есть... В этом плане все понятно, что окончательное решение по платежам принимают они. А вот как раз про отопление хотел бы уточнить, про горячую воду, собственно, то, что входит в обязанности вашей компании. Опираясь на что, все-таки какие-то цены определяются? Как и кем вообще определяется, сколько мы будем за это платить? И вот понятно же, что не берет министерство и сразу устанавливает какой-то окончательный тариф и все. Ну, Министерство тарифной политики, естественно, запрашивает все расходы, которые несет ресурсоснабжающая организация. Все эти расходы всегда подтверждаются документами. То есть ни одного принятия решения Министерства тарифной политики не происходит без обосновывающих документов. Вообще действия ресурсоснабжающих организаций контролируются в том числе и федеральной антимонопольной службой, и другими контролирующими органами. Поэтому не совсем понятно это заявление. То есть, грубо говоря, через них это же и проскочило. Конечно. У нас есть звонок, телефон нашего прямого эфира 202-22-22. Я напоминаю, здравствуйте, представьтесь и врывайтесь в эфир. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ольга Николаевна. Я хотела задать вот какой вопрос. В старых расчетках до Нового года в содержание жилых помещений входил вывоз бытовых отходов. Расчет был 2,22 с одного квадратного метра. С Нового года расчетки эти не изменились, но добавилась графа вывоз отходов. Почему же КХ не может автоматически эти 2,22 с квадратного метра вернуть мне назад? Потому что они же теперь не собирают отходы. Они решили, что они их будут использовать для ремонта текущего. А почему они решили, что у меня лишние эти деньги? Спасибо большое. Наталья Александровна. Давайте постепенно перейдем ко второму виду услуг. Это как раз жилищные услуги. Содержание и текущий ремонт. В содержании и текущий ремонт еще находится услуга управления. То есть заключен договор между собственниками и управляющей компанией, где управляющая компания обязуется собственникам за определенную плату проводить определенный набор услуг. То есть содержать их многоквартирный дом. Что касается вопроса телезрительницы, могу пояснить следующее. Да, действительно, до Нового года вывоз мусора, то есть твердых бытовых отходов, входил в строку содержания. И стоило это 2 рубля 23 копейки с квадратного метра. Умнажалось на площадь квартиры, независимо от количества проживающих в ней граждан. Значит, и входило в содержание. В договорах управления между управляющей компанией и собственниками есть пункт, но я так понимаю, что это вопрос идет от крупной управляющей компании ЖСК. Есть пункт 4.18, в котором четко написано. При переходе на прямые договоры, в этом пункте описывается, что 2 рубля 23 копейки, никуда управляющая компания не девает, никуда она их не забирает. Они остаются на текущем ремонте, копятся на счете дома. И жители потом за этот счет делают ремонт. Если собственники какого-то дома не хотят, чтобы эти 2 рубля 23 копейки копились у них на счете дома для проведения ремонта, они могут обратиться в свою управляющую компанию, как правило, это председатели советов домов и сами советы домов, взять в отделе по работе с населением соответствующий протокол, провести собрание, набрать 51% голосов, и тогда 2 рубля 23 копейки будет исключена из данной суммы. Ну, собственно, обычная церемония. Обычная практика, да. Чаще всего конфликтные ситуации происходят из-за перерасчета за отопление. Давайте попробуем разобраться, что это вообще такое. С АЗОВ начнем, копнем глубже, как говорится. Вообще, в рамках законодательства у нас определено, что корректировка платы производится в первом квартале года следующего за расчетным. Что это такое? Что за корректировка производится в первом квартале? Это корректировка размера платы по МКД, у которых установлены общедомовые приборы учета. Значит, и у нас в городе Красноярске начисление производится равномерно по данным домам в течение календарного года на основании расчетного норматива, который рассчитан с учетом показаний предыдущего года, 2017-го в данном случае. То есть мы сейчас делаем корректировочку за 2018-й год, но начисления в 2018-м году производились по итогам 2017-го года. Соответственно, тем не менее, показания, которые ежемесячно передавались управляющими компаниями, либо снимались представителями ресурсоснабжающей организации, они ежемесячно отражались в учете. И в виде статистики по итогу года по ним должна быть проведена корректировка. То есть в данном случае корректировка может быть как в сторону доначисления, так и в сторону перерасчета в части экономии для жителей. Соответственно, не очень приятная ситуация сложилась у нас в 2018-м году, так как 2018-й год у нас холоднее 2017-го года. Ну то есть все зависит от погодных условий. Чем холоднее, тем больше перерасчет приход. Да, мы понимаем, что если холоднее на улице, то наши квартиры потребляют больше тепловой энергии. В принципе понятно. Вот у нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? И задавайте свой вопрос или высказывайте мнение. Меня зовут Юрий Павлович. У нас стоит, скажем так, дом новый, теплообъемник. Извините, пожалуйста, говорите громче. Прибор учета горячей воды. То есть получается в отоплении нам нагрели в то же время и горячую воду, и мы оплатили в сумме отопления, оплатили нагрев. Но с каких-то непонятных вещей появляется у нас еще счетчик горячей воды. За что мы платим? Когда мы в отоплении уже нагрев горячей воды оплатили. Нет отдельных счетчиков. Только один общий домовой припор учета по гекокалориям. Вот что людям делать в такой ситуации? О каком доме конкретно идет адрес? Батурин А5. Взлетка. Взлетка. Дом стоит на теплообменниках. Батурин А5, он не на прямых расчетах, договорах? Нет, на теплообменниках. Я понимаю. Батурин А5 у нас на сегодняшний момент, вы имеете прямые договора с ресурсоснабжающей организацией? Я не знаю договора, я говорю о том, что почему тариф? Мы воду горячую нагрели, за отопление заплатили, нагрели горячую воду. И нам еще тариф за горячую воду дополнительно выставляется. По идее нужно два счетчика холодной воды. За горячую воду вам выставляется конкретно не сама горячая вода, а выставляется тепловая энергия на нагрев горячей воды. То есть то тепло, которым... Можно я отвечу? Та энергия, которая... Да, та энергия, которой нагрета холодная вода. Вы планили эту энергию в горячем, в отоплении. Нет отдельного счетчика, что по отоплению, что на горячую воду потребность. Я поняла, о чем идет речь. Могу здесь дополнить следующее. Значит, на многоквартирном доме стоят теплообменники. То есть здесь стоит общедомовой прибор учета на холодную воду отдельно. И стоит на отоплении и горячую воду. Это прибор один. Здесь не нужно два и три прибора. Дело в том, что что такое горячая вода? Это, если закрытая система у вас в доме, тогда это поступает холодная вода по цене холодной воды. И производится ее нагрев до 60 градусов. Это гекокалории, которые именно затрачиваются на то, чтобы холодная вода стала горячей водой. По отоплению расчет производится по гекокалориям, которые затрачены на обогрев дома. На то, чтобы тепловой контур содержался и так далее. Если у вас вопрос конкретно по квитанции и у вас уже прошел перерасчет, то необходимо прийти в свою управляющую компанию, и они вам все должны до копеечки, почему и как, все это объяснить. Если управляющая компания не в состоянии вам пояснить, тогда вы можете обратиться до службы стройнодзора. Я напомню, что мы сегодня обсуждаем тему ЖКХ, и в том числе заявление руководителя ФАС федерального о том, что в два раза мы переплачиваем за услуги ЖКХ. Вот наши гости сказали, что такого, в принципе, быть не может. А вот есть у нас еще критик в сфере ЖКХ, Роман Казаков, руководитель общественного движения «Народный контроль ЖКХ». Давайте его послушаем. Там мнение полярное. Я думаю, ни для кого не секрет, что законы, по которым сегодня регулируются тарифы в Российской Федерации, были написаны в кабинетах тех организаций, которые сегодня активно критикуют заявление руководителя ФАС России. Поэтому, конечно, все тарифы сегодня абсолютно законны. Я даже больше скажу. Если правительство Красноярского края утвердит для нас метод регулирования альтернативная котельная, так тарифы вырастут еще процентов на 20, и снова все будет абсолютно законно. Причем это не мои слова, это расчеты Министерства энергетики Российской Федерации. Что касается причин недовольства, так я вам скажу, откуда они проистекают. Мы не так давно с коллегами анализировали цену тепла в Сибирском федеральном округе, в крупных городах. Но так вот выяснилось, что в Красноярске самая высокая цена тепла в Сибири. И очевидно, что если будет применен метод эталонов, о котором сегодня говорит Игорь Артемьев, ну так нашим энергетикам придется сильно поужаться, а им не хочется. Вот такое мнение у Романа Казакова. Да, на этом все. Что можете ему ответить? Потому что вы говорили, что никаких анализов не производили в ФАС, и после этого сделали такое громкое заявление. Я не знаю, Роман Казаков уже давно выступает как лидер общественного движения. Он что-то там анализирует, где-то у него какие-то данные есть. Мы этих данных не видели. Значит, он здесь как раз говорит не об управляющих организациях, а именно о ресурсоснабжающих организациях. О крупных компаниях. В смысле, о крупных ресурсниках. Да, да. Те, которые свои тарифы приходят в министерство тарифной политики, и там их защищают. Вот как и сказал нам Любовь. Да, о чем мы говорим. То есть поэтому, если какие-то даже есть вопросы по тарифам, по ценообразованию, то это вопросы в первую очередь именно к министерству тарифной политики. Управляющая компания получает приказы министерства и выставляет в квитанциях жителям эти тарифы. Другой вопрос. Немножечко мы не коснулись жилищных услуг. Вот как раз тарифы по жилищным услугам, это содержание и текущий ремонт, вот эти тарифы утверждают только собственники многоквартирного дома. И здесь у управляющей компании, и у любой, у мелкой, у крупной, нет никаких лазеек для того, чтобы какие-то тарифы увеличить, без именно согласия собственников. То есть любой собственник, обратившись в свою управляющую компанию или ТСЖ, ему должны четко предоставить перечень услуг и сколько это стоит. И он должен согласовать. Да, да. И он должен согласовать. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте. Да, вы на связи. Алло, здравствуйте. Мы вас слышим, говорите. Меня зовут Геннадий, живу на Водниках. С 1 ноября 2019 года, когда мы пришли на прямую оплату с ресурсно-сообщающими организациями, у нас стали в отопление включать балконы и лоджии. Как еще раз отопление стали включать? Балконы и лоджии. Площадь балконов и лоджии стали включать в систему отопления. Ну, насколько я понимаю, такого не должно быть. Я поясню по этой ситуации. Действительно, при передаче данных со стороны управляющих компаний, данные выверяются в соответствии с выписками из единого государственного реестра. и как бы зачастую бывает, что данные разнятся. Мы предлагаем жителям всегда обратиться в многофункциональные центры и предоставить документы о том, что сколько действительно у них площадь. И многофункциональные центры в общем-то всегда выдают, если действительно есть какая-то ошибка. То есть ресурсоснабжающая организация это не организация, которая устанавливает какие площади у жителей по квартирам. То есть мы пользуемся теми документами, которые в Росреестре. Соответственно, житель должен обратиться в многофункциональный центр, предоставить документы и жителю предоставят справку об исправлении ошибок. На основании этой справки мы всегда корректируем размер платы и начисления. То есть ситуация справимая? Конечно. Таких действительно обращений поступает достаточное количество. Всегда корректируется и корректируется с того момента, как дом перешел на прямые договоры. Вот мы сказали про ценообразование, в котором участвуют собственники жилья. А вот на чем в идеале может экономить управляющая компания и сами собственники жилья? И вообще возможно ли это делать как бы не в ущерб работе управляющей компании? Ну первое, что бы хотелось сказать, как могут собственники экономить, в том числе и будет экономить управляющая компания, это, конечно, соблюдение федерального закона об энергосбережении. Есть такой закон федеральный, все его знают, он действует давно, уже с 2012 года, это 261 федеральный закон, он так и называется, об энергосбережении. Основная суть, или соль этого вопроса, как мы можем сказать, это оснащение своего жилья индивидуальными приборами учета. Это самая большая экономия, которая может быть и у собственников, так же и у управляющей компании. Почему? Потому что житель, установив такой индивидуальный прибор учета, он четко видит, сколько он расходует воды. Соответственно, сегодня у нас, допустим, стоит дом, в нем 100 квартир, 60 квартир с индивидуальными приборами учета, там четко мы начисляем по приборам учета. Человек передает показания, управляющая компания начисляет. Если в этой квартире нет индивидуального прибора учета, но там должна быть техническая возможность установки этих приборов, есть дома, где нет технической возможности, а ему начисляют по нормативу и плюс еще ему начисляют повышающий коэффициент. То есть государство так наказывает собственников, чтобы они все установили индивидуальные приборы учета. Тогда управляющая компания подсчитывает весь расход воды и, предположим, на доме стоит общий домовой прибор учета, да? И мы смотрим тогда, то есть у нас должно все четко совпасть. Ну, соответственно, ресурс уходит на содержание общего имущества, это помывка полов, да, в коридорах, на личных клетках и так далее. То есть это самая лучшая экономия, и мы всегда рекомендуем жителям обязательно поставить индивидуальные приборы учета. Ну что ж, наше время подходит к концу. Мы сегодня обсуждали тему ЖКХ и заявление руководителя ФАС о том, что россияне переплачивают в два раза. Но вот наши гости с этим не согласны и говорят, что нужна тщательная проверка этих слов. Конечно, ну, по крайней мере, в Красноярске, вот за столько лет, сколько мы работаем в этой сфере, я точно могу сказать, что, возможно, есть какие-то управляющие компании, но это нужно проверять и четко тогда определяться, кто... Ну, я еще раз представлю наших гостей. Наталья Абалабина, эксперт в сфере ЖКХ, и Любовь Парфенова, замначальника управления по работе с населением Красноярского края Сибирской теплосбытовой компании. Спасибо, что пришли и прояснили некоторые вопросы. Спасибо. Ну, а мы встретимся в эфире. Спасибо.